Приветствую вас. Я думаю, что если вот на ваши вопросы отвечать буквально, то чтобы повзрослеть, желательно, очень желательно для того, чтобы повзрослеть, грамотно реализовывать свои чувства, то есть сделать это так, чтобы не было, к примеру, вам вреда никакого, то есть чтобы то, как вы выращали чувства, да, чтобы это было исключительно конструктивно, чтобы это не несло ущерб вам и другим людям. Вот. Это является, ну, как бы, очень важным моментом. Вот. Это вот то, что необходимо сделать. Потому что по факту, вот сейчас, получается, такой момент, вот именно по факту сейчас получается такой аспект, что для вас взрослость, для вас взрослость, это, ну, по сути, избавление от чувств, да, для вас это избавление от какой-то, может быть, инфантильности, да, и так далее. Но на самом деле это не взрослость, это полный переход, в состояние родителя. И я не думаю, что это полезно. А именно это подразумевают люди, когда говорят, что хотят взрослость, если боятся от своих чувств. Избавление от своих чувств не добавляют взрослости. Добавляют взрослости, а именно... будут грамотные выражения, выражения, выражения этих самых чувств. Вот это добавляют взрослостью. Понимаете? Поэтому, как бы взрослый стоит на страже ваших чувств. Ваш взрослый стоит на страже ваших чувств. Пока этого не происходит, пока чувствуют, чувствуют абсолютно хаотично, развиваются, вот, и проявляют себя. Ну вот, пока будет так, ситуация, ситуация будет такой, что вам будет хотеть взрослеть, что вам будет неприятно. Спасеть. Это вот то, что я могу вам сказать. Если коротко, если поправку. Вот так. Другой важный вопрос, на мой взгляд, заключается в том, для чего? Для чего вы хотите подразумевать? Зачем вам это нужно? А откуда такое желание подразумевать? Это очень важно, потому что, если вы не знаете, зачем вы хотите подразумевать и для чего вы хотите это сделать, то, ну, ситуация будет достаточно плачевной, потому что не будет цели, не будет адекватного целеполагания, а без адекватного целеполагания, это, опять же, проблема с мотивацией, с мотивацией произойдет. Вот. Так что, примерно такая история, в таком взгляд. Возможно, стоит поднять вопрос цены, то есть, если вы что-то делаете, если вы чему-то стремитесь, если вы чего-то хотите, то, возможно, имеет смысл именно вопрос цены распорядить, то есть, отдаете ли вы себя в том, какую цену вы платите за реализацию тех или иных чувств, тех или иных желаний и так далее. Вот. То, что цена, как бы, она есть, то, что цена есть и то, что она есть всегда, это очевидно. Вопрос в том, насколько она соответствует. Насколько она соответствует. Именно тому, что вам хочется, тому, что вам нужно. Вот. Это тот вопрос, на который вам, вероятно, стоит найти ответ. На мой взгляд. По крайней мере. На этом все. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если все сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.